Изначально глэмпинг это комфортно организованный отдых на дикой природе с элементами пятизвездочных отелей. Например, когда в палатке под звездами стоит роскошная двуспальная кровать, дизайнерская мебель и есть даже кондиционер, персональный туалет и душ. За границей глэмпинги обычно устанавливают среди природных достопримечательностей, куда трудно добраться и тем более невозможно построить полноценные отели. Также есть практика строительства на частных фермах, вблизи живописных и малолюдных пляжей, рядом со спортивными активностями. Сейчас только в базе букинга насчитывается почти 2 миллиона глэмпингов по всему миру. Большинство из них в США, Европе и Африке. В России этот вид отдыха только зарождается и многие предприниматели обратили внимание на инвестиции в эту сферу. Производители обещают низкий инвестиционный порог входа и быструю окупаемость. Конечно же, все это зависит от концепции вашего продукта и того, как вы им управляете. В данном ролике мы рассмотрим концепции, которые успешно реализуются в России и узнаем об их экономических показателях. Первый глэмпинг в России был открыт в Тульской области. Проект называется «Гуляй город». Сейчас мы находимся здесь. «Гуляй город» рассчитан на тихий семейный отдых. Палатки работают только в летний период. Капсулы круглогодичны. Средняя стоимость, к примеру, сафари-тента в 6,5 тысяч рублей. В летний период загрузка составляет 60% и очень зависит от погоды. Из дополнительной инфраструктуры – ресторан, баня, костровище, детская и спортивная площадка, прокат лодок. Средняя продолжительность проживания гостей – 1-2 дня. Процент возврата гостей очень низкий. Отель планирует расширять номерной фонд. Собственники арендовали дополнительно соседний участок. В данный момент своими силами делаются сафари-тенты. Каркас из обрезной доски, который обжигается вручную. Закупили материал для палата, который отшивает частное ателье. Такие палатки будут намного дешевле, чем покупать готовые комплекты. Сейчас мы находимся в загородном клубе Pine River – Калужская область. Отель предлагает активный семейный отдых, а также созданы условия для проведения банкетов и других семейных мероприятий. Глэмпинг Pine River тоже предлагает активный отдых в лесу. Основные точки притяжения – это панорамные геокуполы и неотипы собственной разработки. Но также созданы условия для проведения необычной свадьбы или другого банкета. Для этого есть ресторан и большой шатер. Сферы можно арендовать только в летнее время. Неотипи круглогодично. Средняя стоимость сферы – 8000 рублей, неотипи – 15000. Загрузка глэмпинга в летнее время более 90%. Глэмпинг приносит прибыль по году. В дальнейшем отель планирует расширять номерной фонд. Уже заказаны более комфортабельные сферы и неотипи. Также строится новая банкетная площадка, рассчитанная для проведения не только частных мероприятий, но и деловых. Глэмпинг под небом предлагает отдых «Все включено» от двух дней. В тур входит проживание на берегу Пироговского водохранилища, трехразовое питание и спортивные развлечения – йога, вейкборды, сапы, каяки. То есть продают не сутки, проведенные в глэмпинге, а комплекс услуг или, так сказать, спортивный тур на несколько дней. Глэмпинг сезонный. Средняя стоимость всех услуг за день составляет 15 тысяч рублей. Проект, как утверждают основатели, приносит прибыль с первого сезона. У ребят эта концепция пошла, и они решили расширяться и делать сеть глэмпингов по всей стране. Сегодня мы находимся в Тульской области. Глэмпинг «Зеленая тропа». Отель предлагает тихий отдых на природе с деревенским видом из окна. На территории находится несколько видов модулей, которые мы сейчас и посмотрим. Глэмпинг рассчитан на тихий отдых вдали от цивилизации и ориентирован в основном на молодые пары, хотя иногда приезжают семьи даже с грудными детьми и пожилые люди. На территории много инстаграмных мест, фотозоны, гамаки, качели, где можно просто отдохнуть и посидеть в тишине, и сделать красивые фото. Также есть зоны для барбекю, детская площадка. Глэмпинг предлагает проведение мероприятий. Для этого есть обустроенное место в лесу, открытое кафе и шатер с печью. Каждые выходные здесь проходят музыкальные вечера с гитарой, костром и крафтовым сидром. В летнее время работают все виды модулей, зимой только домики. Также неподалеку есть дачные дома, которые принадлежат частным лицам. Собственники сдают их в управление глэмпингу. На территории есть несколько видов модулей. Палатки-шатры, палатки-призма, домики с витражными окнами и санузлом, домики на дереве, автономная капсула. Для палаток предусмотрены отдельно стоящие санузлы и душевые. Питание происходит на открытой летней веранде по системе шведский стол. Каждый год собственники добавляют модули, тем самым увеличивая номерной фонд и доход. А также в этом 2021 году начали строить еще один глэмпинг в Тульской области по такой же концепции.